Жители дома номер 3 второго микрорайона продолжают решать проблему, заложниками которой они стали по незнанию или злому умыслу. Под окнами многоэтажки с сентября строится магазин. Застройщик уверяет, все законно. Но у горожан другое мнение. Был просто проведен опрос. На основании данных этого опроса взяты просто за образцы те подписи, которые брали во время опроса. Вот. И эти подписи просто были подделаны, чтобы они были похожи на оригиналы. Давали ли жильцы согласие на возведение этого магазина, а если нет, то откуда их подписи появились на бюллетенях, пока это остается загадкой. Тем не менее, недострой уже стал частью местного ландшафта. В попытках вернуть все, как было, горожане обратились в местную администрацию, а также к региональным чиновникам. Со всех сторон и силовые ведомства и администрация города Десногорска максимально прикладывают усилия, чтобы дальний недострой ликвидировать. Потому что разрешение на строительство выдано не было городом. Первое. Второе. Здесь идет строительство нарушения всех СНИПов. То есть санитарные нормы и правила застройки идут нарушения. Несмотря на это, шум молотков не утихает уже второй месяц. Городская администрация направила иск в Десногорский городской суд. А признание якобы подписанного протокола собрания собственников, который разрешает строительство, недействительным. Заседание должно было состояться 28 сентября. Заседание судебное отложено на 5 октября. Истребованы дополнительные доказательства, такие как бюллетени собственников, помещение в многоквартирном доме 2-3. А пока жильцы будут находиться в томительном ожидании развязки этой истории, финал которой, судя по всему, не за горами.